Чтобы не болеть, нужно правильно питаться, здоровый сон и закаливание. Сегодня поговорим немного о закаливании. Кстати, у кого уже зима, пишите в комментариях. У нас уже вот такая погодка. Выполни большой снежок, потяга такая, морозик, все отлично. А мы идем на ближайший водоем, чтобы закалиться. У меня речка возле дома текет, вот я пойду в ней и искупаюсь. Пойдемте со мной. Про закаливание можно много рассуждать. В этом видео я отвечу на три самых распространенных вопроса. Чем полезнее ково закаливание? В момент погружения или обливания холодной водой у организма срабатывает защитные функции, тем самым внутренняя температура тела на некоторое время поднимается до 40 градусов. Из-за этого стресса уничтожаются болезнетворные микроорганизмы. Нашел место маленько где поглубже, чтобы полностью окунуться с головой. Сейчас будем это делать. Кроме того, резкое обливание вызывает страх, тем самым приводит к выделению адреналина. Под его воздействием происходит сужение сосудов и выброс крови из кожных покровов в организме. Во время этого процесса внутренние капилляры насыщаются, что свидетельствует покраснением кожи. После 35 лет крайне важно закаляться. Весь возраст капилляр отмирает и замедляет снабжение кровью, органы. Только при условии регулярного питания сосудов и капилляров кислородом, полезными веществами, можно ваш организм замедлить старение. Как не заболеть во время закаливания? Самый важный, самый недооцененный шаг. Нужно быть уверенным на все 100%, что обливание пойдет вам на пользу. Если хоть 0-1% сомнений того, что вы сможете заболеть, то идею с закаливанием лучше отложить. Уже 3 года я обливаюсь, но делаю это циклично. С октября по апрель. Мне это комфортно. Могу сравнить первые 2 года, когда я допускал мысли о простуде и мелькали негативные мысли. Я нет-нет подхватывал заразу. Третий сезон же я был полностью уверен в своих действиях, чувствовал прилив сил и не допускал ни единой мысли о болезни. Так оно и случилось. Сейчас я закаляюсь в удовольствие. Могу точно заявить, закаляться равно быть здоровым. Реакция организма. После контакта с холодной водой организм пробуждается и выходит из состояния постоянной сонливости и усталости. Улучшается работоспособность сердечно-сосудистой системы, желудочного кишечника, тракта. Процессы метаболизма, полноценный сон, сохранение температуры тела, психологическое состояние. Польза. Укрепление иммунной системы, пробуждение и тонизирование организма, повышение противостояния к инфекционным заболеваниям. Улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы, кровотока. Уменьшение отечности вен, нормализация сна, выведение токсинов-шлаков вредных веществ, увеличение работоспособности и выносливости, предупреждение сахарного диабета, снижение уровня холестерина, повышение стрессоустойчивости, выносливости и сопротивления к внешним раздражителям, развитие силы воли. Всем добра! Маленькой глубины не хватило с головой, но ничего страшного, это самый главный эффект. Продолжение следует...